Томуначан, можно тебе один вопрос задать? Какой фактор ты учитываешь, когда говоришь, что это неправда, что Карабах не Армения? Юридически это же так. Не, ну разумеется, что этот вопрос задается не юридически, а по твоему мышлению. А по как раздается? Фактически тоже так. По твоему мнению, по справедливости и по истории? А зачем нам история нужна? Зачем нам нужна история? Есть документы. Как же вообще историю знать, когда юридически это так? Не орицей, не орицей. Мы не орицей, мы же тихо и что разговариваем. Извините, если у вас там спят родственники, мы же этого не знали. А что значит? Извините, пожалуйста, а что это значит? Какая разница история, какая разница исторически? А на каких факторах вообще в 21-м году это отдалось? Послушайте, после Второй мировой войны. Дальше исторически, с 700 лет лоры была Грузия. Да вы что, да вы что. Послушайте. Не портите, из-за не знаю чего, из-за нескольких подписчиков не портите. Скажите, пожалуйста, когда превратило существование свое армянское государство? Можете назвать? А какое именно? В какой период вы имеете ввиду? Вообще, до 1918 года. Вот потом оно образовалось уже второй раз в 1918... Нет, тогда не было в Советском Союзе. Она отделилась от Османской империи и образовалась как независимое государство. У вас вопрос касается античных времен, средневеков и новейшей истории? Да, да, да. Вот когда оно прекратило существование? Спасибо. В 11 веке. Когда закончилось царство баградитов. Вы молодец, оказывайте, правильно. 1145 год. Все правильно вы сказали? Да. Молодец. Вот отсутствие армянского государства, смотрите. Отсутствие армянского государства. На каких основаниях вы основываете, что это ваша территория? Потому что иных конкурентов нет на эту землю. Грузины, когда там не жили, азербайджанцы, азербайджанцы... Скажите, пожалуйста, мне тогда, можно тогда еще один вопрос? Через какое время вы скажете, что Джалахетти – это ваша территория? Джалахетти – это сейчас мы говорим, что это наша территория. А, вы еще раз говорите? Ни хрена себе. Вот этот кадр к нам залетел. Чем докажете, можете сказать? А мы можем от Карабахского вопроса пока не отойти? Так я же вам и говорю. Ты из неба упал или что происходит? Из неба, походу, вы упали, знаете? Послушайте, послушайте, уважаемый, вы 900 лет жили как кочевники. Послушайте, 900 лет вас гоняли... Не несите чужь, не несите чужь минация. Послушайте, вас гоняли с одного места на другое. Вы были подданными в Османской империи. Цивилизация – это все османские сказки. Они вас гнобили и нас, азербайджанцы... А при чем тут это? А я разве говорю, что нас... Я вам говорю, у вас 900 лет не было своего государства. Это не было кочевничество. Если тебя... Как это? Подождите, подождите. Каким образом тогда вы по всему миру... Смотрите, знаете, в чем между нами и вами разница? Знаете? Между нами нету разницы. Есть между нами разница? Смотрите, грузин... Я вам объясняю, если вы мне дадите сказать, я вам объясню. 80% грузин проживает в Грузии. 80% армян проживает за пределами Армении. Вот между нами разница. Что? Это из-за турков так произошло. А что они с вами сделали? Подождите. А до турков вы где проживали? А до турков были арабы. До арабов были перси. До персов были... То есть, получается, когда кто может претендовать на какой? Поэтому существует после Второй мировой войны... К чему я вам это все говорю? Создали определенные законы. Понимаете? Законы. Все страны. Создали организацию объединенных наций. По которым законам все страны должны жить. И в том числе государство Армения должно существовать по общепризнанным правилам. Все живут по этим законам сейчас. Так вы же не живете? И ваш союзник второй. Одни вы, и второй ваш союзник. А теперь послушайте меня, пожалуйста. В 2018 году и 2021 году, когда первый раз и второй раз Карабах передали азербайджану термин. Слушайте, можно сразу вопрос? В 1918-м кто им передал? В 1918-м году советская власть помогла, чтобы они там оформулились, чтобы они там создавались. Послушайте, в 1918-м советской власти на Кавказе, на Южном Кавказе не было. Зачем вы думаете? Я не говорю, советская... Вы же только что говорите, советская... Вы же только что сказали, советская власть. Вы разговариваете, но вы не хотите меня слушать. Это не обязательно, что официально Советский Союз. Это что, за один месяц они сформировались? Конечно, нет. Я что-то вас не... Вы сказали, в 1918-м году советская власть передала эту территорию Азербайджану. Ваши слова или не ваши? Люди, которые потом сделали Советский Союз и пришли на ВЛЯС. Хорошо так сказать вам? Так все по-тире-тире, по букву-букву сказать. Люди экономики, которые создали Советский Союз. Я что-то не пойму. Послушайте, в 1918-м году у вас было свое государство. Отдельное, независимое. Понимаете? Причем тут люди в Советском Союзе? Вы понимаете, что вы хотя бы говорите или нет? Нет, только вы понимаете. Кого? Только вы понимаете. Но вы говорите, что Советский Союз передал территорию независимого государства. Вы понимаете, что вы говорите? Было независимое государство Армения. Советский Союз продал и предал армян. Советский Союз. Так сказать, чтобы более понятно было и без вопросов было. Советский Союз продал и предал армян. А предал каким образом? Я просто не очень в курсе. Расскажите мне, пожалуйста. Подождите, подождите. Вы в тысячу... Кому кто отдал? Вы понимаете? Послушайте. В 1918 году вы сформировались как независимое государство. Отколовшись от Османской империи. Кто чего отдал? Вы хоть понимаете ход ваших мыслей? Кто чего отдал? Ленин и Артур, когда подписывали договор по этому договору. Так вы-то тут при чем? Я не пойму. Вам дали землю. Вы не были независимыми. Потому что насчет нашей земли. Какое? С чего она ваша? У вас есть документы? У вас есть документы на эту землю? У вас есть документы на эту землю? У меня Римская империя, когда Римская империя царствовала, тогда не было документов и печати. Если бы было... Да вы что? А у них, вот прикиньте, у турков есть документы на эту землю. И это фарс. Как и они... А, это фарс. То есть документы... А ваши слова, то, что вы сейчас тут произносите, это мы должны вам поверить на слово, да? В Советском Союзе, когда существовали три страны, Россия, Грузия, Армения, только эти три страны имели право наживаться... Ну, что вы говорите о какой-то чушь? Послушайте, сначала сформировалась Закавказская Федерация. Сначала из трех государств. Азербайджан... Не только я в Мерсе тебя исправляют. Послушайте, сначала сформировалась Закавказская Федерация. Три государства входило в нее в 1918 году. Это Грузия, Армения и Азербайджан. Потом эти государства, оно просуществовало всего лишь месяц. Они распались на независимые государства. Отдельно Грузинская Демократическая Республика, отдельно Армянская Республика, отдельно была Азербайджанская Республика. Что вы несете? Вы вообще до 1918 года, чтобы вы понимали, были подданными. Вы были подданными. Послушайте меня. Ладно, хорошо, хорошо. Одно и то же говорите. Азербайджан... Азербайджан, азербайджанцы, откуда вы здесь? У вас с ним есть... Вы там где живете? Вы откуда? Я в Грузии живу. Что у нас... Ты в Грузии живешь? Слушай, ты говоришь, что Джавахети это Армения? А таких там сепаратистов знаешь сколько там УНА? Перебери Азербайджанцы, перебери Азербайджанцы. Тебе надо чемодан, вокзал, Ереван прямо. Да, 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 сейчас прямо. Да, только что после эфира собери вещи и гетти отсюда. Гна, знаешь, парня, Гна. Короче, с ним нормально невозможно разговаривать. Конечно невозможно, если вы сепаратист. А сепаратист ты сам, сепаратист ты сам. А в Грузии это Грузия? Скажи. Терм Абхазия это Грузия, конечно. Это очень обидно из вас слышать, что... Что вы от нас? Мы же... Послушайте. Карабах, Азербайджан, Карабах, Азербайджанский. Откуда они везли? Это же так! Это что врачом? У вас есть... Послушайте. Ваши истории есть про них кое-что до 18-го века, 17-го века? Есть кое-что? Я, может быть, и есть, но мне азербайджанская история и армянская, она вообще не интересна. У меня есть грузинская история, понимаете? Например, мне интересует и грузинская история, азербайджанская история, и армянская история. Конечно, у вас должна грузинская, поскольку вы гражданин Грузии. Да я и не в Грузии живу. А где ты? Ты под кайфом? А я что, не адекватно разговариваю? Конечно нет. Адекватно сейчас ты разговариваешь? Очень адекватно. Давайте про историю, это вопросы, допросы, я не пришел только... Какую историю ты ничего не знаешь? Какую историю? Я ничего не знаю. Конечно, ничего не знаете. А ты в курсе, что в 500 лет лорь заходил в составе Грузии? Ты в курсе? Из грузийских земель тоже очень много находились в армянских государствах. Какой? Какой? Вся Грузия, абсолютно вся Грузия во времена Тиграна Великого, во времена Тиграна Великого, абсолютно вся Грузия когда-нибудь... Какой Тигран Великий, слушай? Он тоже не был, да? Его тоже не существует. Нет, он может и существовать. Мы-то тут при чем вообще? Тигран Великий? Солица Тамара, тысячи лет после Тиграна. Послушайте, вы про государство Калхида что-нибудь слышали? Каких? Калхида, Калхида. Калхида, Калхида. Вы же историю Грузии хорошо, вы только что сказали, что вы хорошо знаете историю Грузии. Вы вообще, вы меня, конечно, не обижаетесь, но вы ни в какой лечебнице сейчас не находитесь. Торзизм она и есть, не в какой лечебнице. Ахмед, мне очень интересно, все армянские цари, которые били, хоть одну могилу вы нашли? Где похоронены? Так, этот, конечно, нашли. Нет, без могил. Ну, армянские цари били очень, знаешь как, такие вопросы не повторяются в каждом эфире. Они не умерли, да, наверное? Нет, армяны же бессмертные. Что вас заставили? Они же с планеты Сириус, да, прилетели? Я вообще слышал. Извините, Армяна, Калх тебя как зовут? Твоя имя, как к тебе прошло? Георгий меня зовут. Георгий, что вас заставило принять азербайджанскую сторону? Я вам объясняю. Потому что мы правовое государство, ассоциированный член с Евросоюзом. Понимаете, мы живем по закону, по мировому праву. Это неформальность, это неформальность. Мы государство правовое. Какой формальность? А что вас, а скажите мне, пожалуйста, что заставило так называемый Арцах, да, вот ваш так называемый, да, признать независимость Абхазии? Можете мне сказать? Да, представляете себе? А что заставляет ваше государство голосовать против возвращения наших беженцев в Абхазию? Не скажете мне? А что заставило ваше государство не признать армянский геноцид? Ургвай принял в Латинской Америке. Что заставило наших кровных? А я вам объясню. Потому что на сегодняшний день, на сегодняшний день, да, и Азербайджан, и Турция являются нашим стратегическим партнером. Турция как страна НАТО и ассоциированный член Евросоюза, да? Вот как бы вот так вот. И так же мы являемся... А Турция являются нашим стратегическим партнером, скорее всего, мы не могли не признать. Вот и все, видите, как мы с вами хорошо подошли к ответу на ваш вопрос. Что кого чего заставило? Понимаете? Но только я вам еще, знаете, что скажу? С территории Грузии, послушайте меня, с территории Грузии не взлетало ни одного самолета и не бомбило ни одной метра армянской земли с территории Грузии, да? А с вашей территории, с российской базой Гюмри, взлетали самолеты, которые бомбили территорию Грузии. Вы им небо дали свободное. Понимаете? То есть, вы, например, в 1970-е годы не признавали армянский геноцид, знали, что в 1991-м Сарабский Гюмри к вам... Конечно, конечно. А вы знаете, что Грузия... А вы знаете, что Грузия... Послушайте меня. Вы знаете, что в 1991-м году Грузия единственное государство, в котором не было референдума о независимости. То есть, у нас был референдум... Это мне очень интересно, но это сейчас не важно. А я вам объясняю. Мы были оккупированы. Послушайте, мы были оккупированы в Советском Союзе. Нас оккупировал Советский Союз. Ну, нас тоже всех оккупировали. Подождите. У вас было правительство в изгнании? А это уже не могу сказать. А, у нас было, представляете, которая капитуляцию не подписала. Ну, Саватиком Союзе... Вы видите, вы... Послушайте, вы сюда залетели, как будто что-то знаете. Вы мне хотите по истории что-то рассказать, при этом 900 лет у вас не было никакого государства. Вот послушайте. Никакого государства. Это не повод, чтобы сказать... Это не их, наоборот. Это повод... Послушайте, это не только мы говорим. Так говорим... Абхазия, где ты живешь? А для тебя не одно и то же? Не. Интересно. А почему не одно и то же? Русские сходы в Суэчуэлли? Русские сходы в Суэчуэлли? Не, 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 не в России. А где? Там, где-то. В Абхазии? Да, в Абхазии это Грузия. Я никакого отношения не имею к этому вопросу. Вот молодец. Молодец. Ну, слушай, у нас к Абхазии... У нас к Абхазии, послушай, у нас к Абхазии нет исторических претензий. У нас к ней юридические претензии, понимаешь? Абхазии тоже там... Вы сами знаете, что они тоже ни в чем виноваты по большому смыслу. Конечно, согласен с вами. Так, мне пишут... Кох, прими. Я не принимаю здесь никого, Ворон. Тут хозяйка Тамуна. Георгий, Георгий, у нас просто более двухтысячный летная история между с нами. И один раз... Я прекрасно понимаю. Как ваше имя я забыл? Альберт, да? Альберт, Альберт, тебе задают вопрос. Хай и Армяне одно и то же? Да, конечно. Это одно и то же. Например, Грецию вы как называете? Сабердзинетти. А Сабердзинетти и Греция это одно и то же? Это Кыреки, конечно, это одно и то же. Но мы и Армян совместно живем. Ахая, когда называют, некоторые обижаются. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.